Дорогие друзья, всем привет! С вами проект НДУБАЙ, меня зовут Анна и сейчас мы с вами находимся в Дубае. Хочу сказать, что сегодня 3 июня и наше видео будет посвящено теме о том, какая же погода в Дубае в июне. Сейчас вечер, это видео мы решили снять вечером, а не днем, как обычно, потому что днем довольно-таки жарко, а вечером довольно приятная погода и комфортно можно снять видео. Если вы помните наши предыдущие выпуски, мы уже снимали видео про то, какая погода в апреле и о том, какая погода в мае. Вы можете посмотреть это вот здесь. Также вы можете увидеть вот здесь, какой же все-таки дождь в Дубае, он тоже бывает. Ну и так, вернемся, погода в июне. Прежде чем выйти на улицу, я посмотрела температуру воздуха в интернете, и что говорит нам интернет, что днем это плюс 37, плюс 38 градусов. Я полностью согласна с этим, это действительно очень жарко, это очень палящее солнце, яркое. Но тем не менее, когда солнца уже нет вечером, уже, в принципе, можно прогуляться вечером и довольно-таки приятно. Что же касается дома и по поводу кондиционера, сейчас мы все время почти включаем кондиционер и на ночь, и днем, потому что в помещении уже довольно-таки душно и жарко. Просто иногда даже очень невыносимо. Если не включать кондиционер, то очень хочется спать, и появляется такая вялость. Поэтому кондиционер у нас всегда включен. И, ну, это было, в принципе, в мае, мы уже начали его включать. Еще появилась такая особенность, как вы, может быть, уже знаете, в Дубае нет центрального горячего водоснабжения в домах, и только подается холодная вода. Но при этом у каждой квартиры есть свой нагреватель воды или хитр, как это называется здесь, в Дубае. И, то есть, если вам нужна горячая вода, вы просто нажимаете кнопочку, и вода для вас нагревается горячая. Что произошло буквально недавно, два дня назад? Мы поняли, что из крана течет очень горячая вода, просто невыносимо горячая. И мы даже отключили обогреватель воды, и теперь из крана с большим напором льется теплая вода, та, которой мы привыкли пользоваться. Из минусов я хочу отметить, что здесь, в Дубае, на самом деле воздух мало насыщен кислородом. Но это и понятно, что ведь это же пустыня, и деревьев здесь мало. Если они есть, то они какие-то все ненатуральные, наверняка очень мало производят кислорода. И поэтому, когда ты идешь по улице, воздуха не хватает. Очень сложно вдохнуть всей грудью. И отсюда появляется такое чувство, что ты не высыпаешься, тебе нужно больше времени поспать, и ты какой-то вялый на работе. И такая общая сонливость и вялость здесь проявляются в Дубае. И это следствие того, что это нехватка кислорода в воздухе. Также хочу отметить, что сейчас уже в июне стала появляться влажность. Может быть, она не настолько сильная, как она будет в следующих месяцах. Лето, все-таки лето только началось. Но, тем не менее, влажность уже ощущается. И наше сегодняшнее видео не насыщено таким солнечным светом, как предыдущее видео. Но, я думаю, я бы была вся мокрая, потому что влажность довольно высокая, если бы мы снимали это днем. Но, тем не менее, вокруг вы можете увидеть, какая атмосфера здесь. И даже вон там на заднем плане, среди вот этих высоких зданий, вы можете видеть даже легкая-легкая такая дымка. И, если честно, я даже не знаю, из-за чего это. Если вы знаете, то, пожалуйста, напишите в комментариях, поделитесь с нами. Ну, а теперь я предлагаю, как обычно, отправиться на пляж и проверить, какая же температура воды в море. Потому что для тех, кто едет отдыхать, это действительно очень-очень важно. Ведь мы все едем к морю купаться. До моря мы дошли, но не успели снять видео там, потому что там уже стало довольно-таки тепно. А темнеет здесь очень рано, уже 8 часов, уже все темно. И, соответственно, возле моря тоже темно, и видео снять не получилось. Но, тем не менее, я попытаюсь вам рассказать все свои впечатления и ощущения, и рассказать, какая же все-таки температура воды в море. Как нам говорит интернет, температура воды в море 29-30 градусов. И, в принципе, я согласна с этими прогнозами. Вода очень-очень теплая. И можно сказать, что на любителя. То есть она не охлаждает, а приятно расслабляет. Мне такая вода очень нравится. Может быть, потому что я такой теплолюбивый человек. Но для любителей покупаться в прохладненькой водичке и освежиться, то вода будет довольно-таки очень теплой и неосвежающая, как это было в мае или в апреле. И хотелось, конечно, ответить на такой вопрос. Стоит ли ехать отдыхать в Дубай в июне месяце? Честно скажу, на любителя. Зачем вы едете отдыхать именно? Для меня я бы не поехала в июне, потому что действительно очень жарко, очень палящее солнце, влажность уже повышена. И, соответственно, если днем, то по улице не погуляешь. И днем нужно идти в какие-то торговые центры, либо в какие-то помещения, которые под кондиционером. И на пляж я бы порекомендовала ходить с 7 утра до 9 утра. В это время более-менее солнце не такое палящее. Либо же с 4 вечера до 7 вечера. Я сама выбираю второй вариант. Для меня это более приемлемо, потому что солнце уже заходит, и после пляжа приятно возвращаться не под ярким, не под палящим солнцем. От себя я хочу дать вам несколько советов, если вы едете отдыхать в июне, либо если вы живете здесь, и наступил июнь. Я порекомендую вам закрывать плечи, ноги, надевать что-то на голову, так как солнце очень яркое и палящее. И, соответственно, можно очень сильно обгореть и получить очень сильные солнечные ожоги или солнечные удары, если ничего не одевать на голову. Некоторые люди даже носят зонтики, чтобы создать искусственную тень. И это тоже очень эффективно. Я пробовала, помогает. Конечно, если вы даже идете на пляж, лучше наносить какие-то солнцезащитные крема, брать с собой, и желательно, чтобы именно защита была высокая, так как в июне солнце действительно очень-очень сильное. Помимо того, что нужно прикрывать плечи и так далее, что-то нужно с собой взять теплое, какую-то кофточку, либо какой-то палантин теплый. Почему? Потому что после жары вот этой вы заходите в метро, вы садитесь в такси, вы идете в торговый центр, а там на всю мощность работают кондиционеры. И, соответственно, попадая либо в ресторан, либо куда-то еще, вы попадаете под мощное воздействие кондиционеров. Соответственно, вы можете сразу же моментально простыть, и весь ваш отдых будет испорчен. Поэтому, тем не менее, берите что-то теплое, накидывайте, если заходите в помещение, где кондиционеры, и тем самым вы избежите различных простудных заболеваний. Избежать простудных заболеваний также поможет, если вы не будете брать напитки со льдом. Льда здесь кладут очень много, поэтому, если вы берете какой-то свежевыжатый сок или что-то еще, попросите, чтобы они не клали туда лед, потому что ваше тело будет все горячее, горячее тело, да, после такой жары, и вы сразу ледяной напиток хапните, и все, можно сказать, простуды вы себе обеспечили. Также я хочу сказать, что нужно пить много воды, 2 литра выпивать в день, потому что, опять же, та же самая жара, организм обезваживается. Поэтому, выпивая много воды, вы будете чувствовать себя более-менее хорошо. Ну и, конечно, чаще принимайте души, умывайтесь, накладывайте минимум косметики декоративной, потому что у вас может кожа воспалиться от жары, и от того, что косметика может потечь и так далее. Берегите себя, придерживайтесь этих советов, и ваш отдых в июне будет обязательно хорошим. С вами была Анна, специально для проекта Индубай. Подписывайтесь на наш канал, оставайтесь с нами. Всем хорошего вечера, либо хорошего дня. Всем пока-пока!